для того чтобы решить все проблемы жкх дагестана потребуется десятки миллиардов рублей и это факт то что своих денег которые можно было бы потратить на эти цели у республики нет это тоже факт но все не так уже плохо нынешней зимой нам не придется замерзать в неотапливаемых квартирах к этому есть несколько очень веских причин я напоминаю что вы смотрите программу черным по белому и с вами я ума ибрагимова начнем с того что согласно официальной информации на 20 сентября общая готовность объектно жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019 2020 годов в среднем по дагестану составляет 80 процентов и если верить статистике то остались всего-навсего небольшие недоделки и мы собственно говоря верим ведь согласитесь что в последние годы у нас практически не было ситуации когда город сидел без света и тепла до были разовы отключения в результате аварий но такого ужаса что был в конце нулевых не было правда это не повод успокаиваться тем более что время от времени нам сообщают о веерных отключениях в некоторых районах махачкалы но для предупреждения и оперативной ликвидации аварий на объектах жкх разработана схемы взаимодействия в муниципальных образованиях созданы штабы и едино дежурно-диспетчерские службы и еще согласно информации с сайта минстроя на предприятиях коммунального комплекса образованы аварийные бригады оснащены необходимость спецтехникой и запасами материальных ресурсов сформирован резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварий и неисправности на объектах жкх на сумму 18 9 миллионов рублей хотя в этом случае у нас была бы огромная просьба к диспетчерской службе отвечать на вопросы граждан которые в случае коммунальных проблем попросту не могут дозвониться до коммунальных служб или же просто сталкиваться со специалистами не способными отвечать на поставленные гражданами вопросы кстати начало отопительного периода на территории муниципальных образований республики дагестан планируется с 25 октября по 1 ноября и собственно сейчас об обещанной хорошей новости министра россии приступил к разработке целевой госпрограммы для модернизации коммунальных сетей и объектов с износом более 60 процентов об этом заявил глава ведомства владимир якушев во время выступления на российской энергетической неделе отметим что у коммунальной инфраструктуры дагестана средний уровень физического износа основных фондов составляет 68 70 процентов достигая в отдельных муниципальных образованиях до 75 82 процентов по данным регионального минстроя из 15 5 тысяч километров коммунальных сетей 5 7 подлежат полной замене большинстве котельных функционирует котлы отопления устаревших модификаций с низким коэффициентом полезного действия добавили ведомстве ну а пока этих денег из программы нет в республике необходимо нацелиться на эффективное решение задач которые сейчас стоят перед жилищно-коммунальным комплексом решать это из тех средств которые у нас есть вы смотрели программу черным по белому и с вами была я ума и брагимова до свидания